Всем привет, друзья, меня зовут Сергей Лав, и опять неожиданный ролик по Дрифт Спиритсу. Почему? Потому что начался ивент, которого они не видели, но я тоже посмотрел. Если вы играете, вы тоже посмотрели. Тем не менее, это тайм-атак. Было очень интересно, как это устроено, но явно что-то как бы на скорость нужно катать, но был вопрос, как именно это всё устроено. И если честно, я думал, ну это просто будет скучно, ну типа проедет как можно быстрее, но в общем-то да, но организовано несколько интересно, и мне прям понравилось. Но в целом я в максимальном тильте находился до этого ивента, по крайней мере, точно. То есть я вчера вообще не заходил толком в игру, ничего не откатал. То есть что-то зашёл, откатал, даже лень была ВПЛ включать. Ну короче, в максимальном безнастроении находился, и думаю, ну и пофиг. И я чуть не ожидал, что сегодня начнётся ивент. Я почему-то думаю, что два дня перерыва, ну что, то ли два дня уже прошло, то ли один день перерыва. Короче, фиг знает. Ну а в Дискорде пишут, типа, о, там ивент начался, точнее, там можно водителя купить пятизвёздочного. Сейчас я об этом тоже расскажу. Ну вот это, ну блин, надо зайти посмотреть. И что-то, блин, я увлёкся опять, потому что ивент, наверное, самый недонатнозависимый. Вообще самый недонатнозависимый, но самый скиллозависимый при этом. Смотрите, как всё устроено. Здесь есть пять разных гонок. Ну, сейчас у меня выбрано, точнее как, сейчас у меня машина подходит под Xtreme 2. То есть, у нас есть Time Attack 1, вот список, видите, синенькие. Тут сначала несколько, ну, такой, блин, что здесь вообще происходит, куча кнопок, что-то я вообще непонятно. На самом деле всё очень просто, смотрите. У нас есть пять гонок, как я уже сказал. Одна гонка текущая, которая выбрана у нас, показывается. Да, вот это Xtreme 2, это мой рекорд. Дальше идёт 20 секунд, 600 тысячных. Дальше сама трасса, это Ашигара 2, реверс. И моё текущее место в списке всех лидеров, да, 538 из 12 тысяч участников на минуточку. Вот, и дальше у нас есть список четырёх остальных гонок. То есть, у вас всегда одна какая-то текущая, да, условно говоря, и четыре остальные. Вот, четыре остальные, Time Attack 1, Time Attack 2, Time Attack 3 и Xtreme 1. То есть, два Xtreme, две просто Time Attack. В чём их отличие? Xtreme – это вот экстрадрессапные машинки заезда. Их, как бы, ну, опять же, здесь, видите, после названия циферки. Это циферки, я не сразу вкурил, как это работает, но потом всё сразу понял. Это максимальная, допустимая, мощность под конкретный заезд. То есть, смотрите, в Xtreme 2, где надпись Xtreme крупная, да, Xtreme 2, чуть ниже, 600 написано. В этот заезд можно взять машину экстрадрессапную на 600 мощности. 601 – это уже Xtreme 1 заезд. То есть, вот видите, Xtreme 1, если опять посмотрите на список, да, общий, там 601 написано. То есть, у вас, как бы, до 601 и после 601. Соответственно, в 600 мощности... Вам не нужны детали, там, 25-е, ничего такого. Да, кстати, блин, что-то, кстати, обрезано. Погодите, я только сейчас обратил внимание, вообще, погодите, поправлю. Блин, фиг знает, почему так случилось. Может быть, прошлый ролик я тоже так криво... Но это не суть важна, да, не сильно, что теряется. Вот, то есть, соответственно, вам нужно создать билд до 600, ну, 600 мощности билд создать. И проехать как можно быстрее трассу. То есть, вы можете один раз её проехать и там топ-1 быть. Да, то есть, её не нужно гриндить постоянно и так далее. Ну, гриндить, точнее, нужно. Но не для этого. А просто для того, чтобы чистить шоп. Да, то есть, в шопе, на самом деле, это богатый ивент. В нём продавал... Ну, 1900 золота в нём продаётся. То есть, это очень хорошо. Но в остальном всё то же самое классика, да. То есть, ещё что я узнал и просрал на это... Сколько тут получается? Да дофига. Вот за 56... Точнее, за 56 купил чела, за 6... То есть, 62 тысячи я потратил на местных чувачков. Они бонусных поинтов не дают. Это просто чувачки. Короче, забейте на них. Если вы считаете, что они вам не нужны, просто забивайте болт. Очень фигово, что нельзя посмотреть скиллы их. И понять, вообще, нужны они или не нужны статы посмотреть. Короче, ну, я, блин, думал, сейчас поинты пофармлю. А фиг там. Они ничего не дают. То есть, я просто выкинул 60 тысяч поинтов. Ну, в любом случае, я думаю, зафармить шоп. Я думаю, это не сильно страшно. Вот. Соответственно, принцип вы поняли. По тайм-атак заездам принцип точно такой же. Только у вас три разных трассы и три разных критерия. На одну трассу вы можете, опять же, взять машину с 600 мощностью. На другую 601-750. Ну, то есть, 750. Это то, что вы не поедете на 600-ке. И выше. И таким образом, у нас есть три трассы, лимитированные по мощности. И две безлимитные вообще. Ну, соответственно, вы можете увидеть, что результаты мои справедливо распределились. На лимитированных трассах достаточно хорошие. На Экстрим 2 у меня 548 место. На тайм-атак 3 497 место. На тайм-атак 2 334 место. Ну, а где безлимит, у меня 12 тысячное место и почти 16 тысячное место. Потому что, ну, там нужна машина на 1000-1100 мощности, чтобы вот разрывать. Да, то есть, это минимум 7 звезд. Это минимум 20-30 сеток. Минимум. А в идеале, ну, там сами понимаете, так как это максимальный безлимит. То есть, там сидят челюсы. С 5-звездочными водилами, прокачанными полностью, с лимитированными деталями по 2 штуки в каждом слоте. То бишь, это еще по 200 баксов, что ли. То ли суммарно 200 баксов, то ли каждая там 200 баксов стоит. То есть, вы там вообще конкурировать толком не сможете в этом деле. Да, ну, опять же, там лимит супертоповые точилы используются. Прямо самое топовое. То есть, там, в принципе, врываться вообще без надега. Ну, опять же, возможно, в какие-то хорошие места можно все еще попасть. Но по ощущениям там вообще все гибло. Вот. Чем мне повезло насчет вот этого Xtreme 2? Смотрите, все используют... Я не знаю почему. Ну, вот сюда заходишь, да, список топовых чувачков. Все используют вот эту Honda Integra. Просто смотрите, это самый топовый выбор. Понимаете, Honda Integra. Именно пятизвездочный без плюсов. Вот именно пять звезд без плюсов. Прикиньте. Она у меня есть. Она мне недавно выпала, что самое забавное. Вот. Вроде бы недавно. Я ее с полки достал. Ну, наверное, в гараже я все эти экстрадресса потащил и усунул. Я ее достал, зарядил. И смотрите, 548 место. Блин. Ну, на самом деле, там топовые награды. 500 места и выше. Ну, в принципе, до тысячи. В принципе, еще что-то можно получить. То есть, если мы посмотрим по наградам. Награды выглядят вот таким образом. За первые... Сколько тут? Третья? Даже за десятые? За двадцатые все еще? Ну, вот в топ-20, если вы попадаете каким-то чудесами, вам выдают, ну, понятное дело, там аватарки. Это все. Вот это я не знаю, что такое. С иероглифом, скорее всего, тоже аватарка просто. Хотя, может быть, и не аватарка. Ну, тогда видите, красный иероглифик, значит. Ну, вам дают фантиков, окей. Ну, прилично так, кстати, фантиков. Но самое главное, вам дают экстра-дестап-тачку сразу семизвездочную. Вот. То есть, не знаю, может так случиться, что она где-то пригодится или не может. Ну, сами понимаете, для коллекции это очень прикольно. Вот. В топ-500 дают ее в шестизвездочном варианте, что тоже очень приятно. Да, то есть, опять же, коллекционно, можно сказать. Ну, и по фантикам тоже нормально, 500 фантиков. Вот. Но в топ-1000 уже не дают машинке, к сожалению. Дают 400 фантиков. Ну, и 5 билетиков. Там, опять же, баннер, где это все можно попытаться выкрутить. Ну, вот в топ-500, конечно, хотелось бы находиться. Но, видите, меня уже выдавили. На самом деле, когда я откатал этот заезд, я вот с этим результатом, 20 секунд, 600 тысячных, я находился в топ-300. Там, 260-й я, по-моему, находился. Но, а Вен только сегодня стартанул, я думаю, меня выдавит и из тысячи тоже. Вот. Что очень печально. Улучшить этот результат, я к сожалению, не могу. Никто не делится билдами. Сами понимаете, все секретно. Потому что есть, кстати, один, единственный, по-моему, японец, который снимает, я на него натыкался, я вот даже в подписке добавил, я спрашивал, кого еще можно посмотреть. Там, ну, вообще, чтобы понять, что, как вообще нажимать. Мне говорят, там, называют ник. Говорят, я его пытаюсь гуглить, ничего не говорю. Я говорю, блин, не могу на это. Мне говорят, ну, конечно, не можешь, он же не японском написан. Дают ссылку. Блин, ну, сразу не можешь ли ссылку дать? Е-просто. Зачем ты говоришь ник, если по нему невозможно найти канал? Да? Это тот самый японец. Вот. У него куча есть роликов по всем практически ивентам, вроде как, кроме, по-моему, тайм-атаки. Я не нашел плейлист по тайм-атаке. То есть, он не показывает, как он катает. Да? То есть, никак... Ну, я не нашел, кто же сказал. Никак он нажимает там кнопки, никакими билдами он катает. Вот. Прикол в том, что 600 мощности – это достаточно мало. Это не фуг билдец. Понимаете? Это не вот, что затарился все, что влазит, и поехал. Нет. Нет, это вот так выглядит, ребята, чтобы вы понимали. Водила, мотор девятый причём, первого уровня трансмиссия. Ну, это просто там остаются хвостики, да, там, они ничего не дают практически. Первого уровня покрышки, нетрухи нет вообще. Вот. Ну, вроде как я... Мне кажется, что нетрухи не должны... Ну, невыгодно, короче. Они же мощность добавляют. Я считаю, нетрухи самые невыгодные, поэтому я её снял вообще, подозревая, что это правильное решение. Вот. Ну, якуха, она не даёт мощности, то есть, это понятно. Ну, и здесь стоят детальки тоже черно-шёлтую, воткнул. Да, вот как бы 600-ка. То есть, это очень низкий лимит, и вы должны как-то забалансить свои статы идеальным образом, чтобы прям всё это заработало, и чтобы вы показали наилучший результат. Как там люди откатывают на 19 секунд с копейками? Я не знаю, где вот эта секунда мается. Вот. Просто нереально. Билд... Возможно, билд надо менять. Возможно, нужен... Я не знаю просто, что нужно, понимается. Нет от какой-то отправной точки. То ли нужно в максималку всё закидывать, потому что трасса очень короткая, ну, 20 секунд всего, да. Трасса очень короткая, и ты не... Кстати, ещё свойства этого ивента, два свойства интересных. Нитры бесплатные, то есть, вы всегда нажимаете по тринитрухе, и бесплатное переодевание шмота, то есть, оно мгновенно, да, то есть, вы можете спокойно, смело что-то экспериментировать, что-то переставлять, выжидать ничего не надо. Так, очень здорово сделано. Вот, соответственно, можно экспериментировать свободно, но у меня просто по детали нет, чем экспериментировать там. Вот. И поэтому я фиг знаю. То ли нужно максималку хорошо давить, потому что, ну, ты под нитрухами разгоняешь машину быстро. Сильно, да. То ли управляемость нужно разгонять, фиг знает, фиг знает, да. То есть, я каким-то образом проехал, опять же, на Википедии посмотрел, где там оптимальные точки для нитрух. Вот, сам еще тоже так посмотрел, подумал, вот, каким-то образом откатал. К сожалению, у этого ивента есть все-таки минус донатный, так скажем, или около донатный, или, ну, чуть-чуть донатный. Вот. Проблема в том, что вы не можете просто катать, фармить трассу и случайным образом проехать ее лучше, чем когда бы то ни было в своей жизни. Просто нереально. Почему? Потому что эту кнопочку, видите, которая у меня сереньким горит над красной кнопочкой, здесь есть специальный предмет, энергетик. И этот энергетик позволяет вам сразу стартовать на спирте. Сразу, то есть, прям, с самого, понимается, с первой нулевой секунды. Соответственно, как ни трудно догадаться, на спирте вы, если, ну, хорошо нажимается, вы всю трассу едете на спирте, и это сильно быстрее, чем если вы стартоваете без спирта. Даже если вы на первой же, как бы, отметке получите спирт, то все равно вы будете в какой-то участок трасс ехать без него, да, и это еще не факт, что такое случится и так далее. Вот, поэтому без этого энергетика на рекорд идти максимально невозможно. Их дают тебе пару штучек. Еще иногда здесь появляются, ну, то есть, это вот просто заезд, да, просто, ну, стандартный. А иногда появляются такие, как скажем, именные противники, их там малый список, там человек пять всего. Вот, одни дают чуть больше поинтов, потому что так даются тысячи поинтов всего за заезд, это вообще ни о чем. Там есть противники, которые дают пять тысяч, есть противники, которые дают двадцать пять тысяч поинтов. Вот, а есть противники, которые дают вам энергетику. То есть, вы можете выбить, но опять же, у вас их будет очень мало. И вот просто, ну, то есть, блин, за это количество ограничено, вам нужно идеально проехать трассу, понимаете, там, за буквально, там, пару траев. Это очень тяжело. Естественно, вы можете эти энергетики покупать за золото. Давайте проедем. Вот. Но я тут уже как ни тыкался, по-моему, лучше не получается, как-то сильно лучше проехать. То есть, вроде как, прям на старте тут рекомендуют не травать. И на первом повороте вот здесь. Ну, не знаю, насколько, опять же, в какой именно момент. То есть, где-то на первом повороте можно типа не травнуть. Почему? Не знаю. Может быть, на втором лучше. Да, то есть, ну, опять же, ты катаешься просто стандарт и на последнем повороте вот здесь тоже нужно не травнуть. Вот, как бы, и все. За трассом. 21-800. Ну, то есть, ты экспериментируешь без, как бы, этого энергетика. Экспериментируешь просто, ну, обычный заезд без вообще спиртяги. Да. И смотришь, какие у тебя комбинации дают тебе лучший результат. Находишь лучший результат. И уже вот когда ты все, все перепроверил, все, что, нашел самый идеальный для себя вариант, заряжаешься энергетиком и откатываешь это по энергетикам, чтобы прямо вот вся трасса на спирте проходила, да, и ловишь намного лучший результат. Но секунду, секунду-две я точно, наверное, не смогу поднять. Ну, это стандартная награда, рандомная, как в СР и Венце, просто рандомно вам дают от до, от там одного до десяти вот этих билетиков пухлявых. Вот. Ну, и как бы все. Можете один раз так отъехать на, вот, кстати, минут чел. Да, кстати, бензо-то есть, чтобы катануть. Бензо, ну, бензо вообще супер мало. Венты мало дают экспы, мало дают, вообще не дают аффинити, то есть у вас машина случайным образом не может проапаться, что очень хорошо, да, то есть здесь же лимит строгий, да, и у вас, например, машина там 50-го комнаты аффинити или нулевого, вы забилдили ее в 600, прокатали пару трасс, апнулись, и она стала в 601, и все, уже не влазит. Да, ну, уже сами понимаются, все сломалось, надо что-то переделывать. Ну, давайте я вот занитрую на втором, да, поворотим. Чел, ну, вот эти именные, они всегда идут на спиртяге со старта. Ну, не знаю, что-то, по-моему, второе, там было 2800. Вот. Опять же, нужно там практиковать. 27900. На сотку меньше. На сотку хуже я проехал. Может быть, я где-то не экселлента нажимал, да, меньше экселлентов нажимал. Вот. Ну, то есть нужно вот так троить, 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 искать идеальное сочетание, опять же, пытаться билд меняться, да, возможно, нужно больше разгона машины, возможно, нужно больше максималки, возможно, нужно больше управления, то есть балансируешься, пытаешься статы, подгоняешь их, да, смотришь, на чём у тебя получается ехать лучше, и как я уже сказал, в конечном счёте катаешь на баллончике и пытаешься ворваться, да, то есть в целом как я уже сказал, максимально не донатная, независимая от доната, эвент, ну, не считая безлимитов, но, опять же, безлимиты это даже неплохо, в том плане, что я вот сжаловался, что дальше 660-ки в ней ничего не нужно, потому что на кулят, да, как бы везде эко нужно катать, а здесь, видите, как аж нужно, причём нужна у тебя и какая-то экстра дроссапнутая машинка семизвёздочная, чтобы в неё 23-й сет можно было воткнуться по нужде до вот этого ивента, и какая-то просто крутейшая машина, в которую ты тоже втыкаешь этот тот же самый 23-й сет и, ну, сет-то один и тот же у тебя, да то есть сначала на одной машине врываешься потом на другой, вот и получаешь какие-то награды, вот ну, вот как-то так всё это выглядит ивент мне понравился, блин я, ну, не знаю, может быть я отойду всё-таки от потрясения один раз в 4 месяца спецом врываться можно, да, ну, ориентир такой да, напоминаю, результат прошлого ролика то есть, ну, где-то вот раз в 4 месяца ворваться можно в эту плену, ну, так качественно, имею в виду, ворваться но, опять же, бывают и тухлые ивенты, как люди говорят, где-то в хорошие места получаешь просто-за просто так, потому что никто не катает эти ивенты, там нет какой-то укум награды особо интересный, да, и ну, как бы понятное дело, что, ну, ты ничего не лутаешь с этого ну, всё равно же какая-то какой-то движ дополнительный у нас создаётся же у тебя, да что-то какие-то места занимаешь, что-то получаешь всё равно хрень, ну, получаешь плюс есть тим-баттлы как я, я не помню, говорил, не говорил достаточно скоро, вроде как, в коллабе должны быть обязательно но, судя по всему, мой клан врываться не будет там мне глава сказал, что он раньше врывался, ну, типа соляного тащил, потом он надоел он не тащил, блин, очень печально сейчас бы он, блин, бы затащил бы мне машинку чтобы, ну, просто, ну, это единственный самый адекватный способ получить крутейшую машину нужно врываться в топ-300 клана вот, а кланы, которые прям хорошо там плотно сидят, там не берут, как бы, мубасов да, там берут плотных уже игроков которые могут, умеют а это машина от тысячи мощностям и, как бы, запас бензина, нитроков знания, куда, когда нажимать чтобы ждать людей потому что, насколько я понимаю там именно ПВП то есть, тебе ставят против какого-то клана и вы, как бы, рубитесь между ними да вот, так что там нужно прям мочь уметь и машину, естественно, иметь со шмотом да, то есть, ну, шмоты 23 шмот мне вообще очень далеко поэтому, надежды ворваться в такой клан у меня особо-то и нету но, тем не менее, такая перспектива дальняя в целом да, опять же дополнительно ко всему прочему да, то есть, как источник получения крутейшей какой-нибудь машины такой, ну, относительно реальный в конечном счете да то есть, там что-то такого миллионов там бензобаков не требуется чтобы это все делать вот, то есть, это дуй был но нужно мощно мощно прокачаться мощно быть прокачан ну, для начала ну, и чуть-чуть уметь нажимать хоть что-то вот, так что, опять же тайм-атак тоже, как видите разнообразие такое то есть, в целом не требуют каких-то инвестиций гигантских и каждый тайм-атак можно пытаться влететь в хорошие позиции да, тренировать трассы подгонять машины подбилживать их смотреть, что как лучше идет где и так далее достаточно интересно вот и последнее, что я хотел сказать сейчас идет баннер стартану я вот фиг знаю, что делать вот такой вот интересный баннер здесь есть 4 5-звездочных водителя и за 5250 золота вы можете его получить бесплатно причем, как видите кнопочка в бесплатное на этот раз удивительно вот эти степы втыкаются именно в бесплатную кнопку а платные как бы просто так существуют здесь и фиг с ним вот но водители пауэркрипнутые они достаточно старые я насколько понимаю это очень олдовые водилы в игре которым там миллион лет на википедии они даже есть их статы там практически никого нету там супер необновленная таблица этих водил но вот они как раз таки есть что говорят что они очень старые вот и они все какие-то стремноватые если честно два из них на максималку что уже выглядит так себе у других перки у других во-первых статы мало дают то есть новые дают гораздо больше статов чем они то есть пятизвездочный пятизвездочному розни в этом плане то есть они и статов не дают как современные и перки там тухловатые во-первых они вообще мимо кассы плюс золота например там по-моему кого-то плюс золота один перк ну ёпорсты на какой ряд мне это плюс золота спрашивается да то есть мне нам опять же в этом в тайм атаке мне намного выгоднее использовать моего водил который даёт мне супер нитро улучшенный старт и ещё расширенную зону экселента вот это тоже надо вкачать потому что ну как вы поняли здесь прям очень важно на экселентах идти потому что это у каждой микросекунды важна вот то есть то есть вот этот водил прям очень хорош именно в плане скиллов да то есть скиллы то мощность не добавляют добавляют статы а скиллы то есть там вообще беспорезно типа плюс золота например а может быть извините меня улучшать нетруху мою вот так что водители тухловатые как по мне но типа они по статам всё равно лучше чем четырёхзвёздочные да и как бы два стула получается типа ну залить пять тысяч золота сюда на тухлого но пятизвёздочного водителя чтобы он у тебя хотя бы был да потому что как оказалось никаких десяти процентов шансов словить пятизвёздочного водила нету и в по минимуму у фри-то-плейщика да так что фри-то-плейщик вообще может и никогда и не будет иметь пятизвёздочного водила так ну хоть какой-то да просто как психологический такой экземпляр в коллекции но с другой стороны это минус пять тысяч золота что не очень приятно вот насчёт баннера вот такой вот баннер да который ну вот там билетики вы видели то есть либо машину дают сразу либо вот вот с шансом пять процентов она выпадает пятизвёздочная да то есть ну сильно много не злутаешь так скажем есть ещё кстати гаранта шоп шопа гаранта за пять скруток ты можешь её точно купить то есть если там по-моему шесть билетов ждают да то есть если ты влетаешь в места шестибилетные по-моему топ тысячи по-моему как раз таки вот то ты точно эту машину покупаешь а если ты дважды влетаешь ты можешь их две купить я кстати не смотрел что она себя по статам представляет насколько она кал вот сейчас давайте глянем по крайней мере экстрадресапных машинах не очень много их достаточно легко смотреть вот ну опять же в Эвинт там где экстрадресап сейчас покажу ладно да 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 стоило показать что за машины там используют вообще в Эвинтах там же можно посмотреть я вам просто показал что все используют эту Интегру ты что ли Скайлан слушайте по-моему там надо вот этот вот ну это очень синяя насколько я помню вроде это точно она БНР-34 блин слушайте блин по мощности она вообще нормальная да вот это точно она слушайте интересно а почему она такая мощная по бензу по бензу давайте глянем 500 бензо но это дорого у меня БНР-32 он по бензу 590 по-моему ой 490 а еще машина есть ну то есть давайте по бензу отсортируем вот ну да это одна из самых дорогих тачек Skyline в принципе самая дорогая одна из самых дорогих да по управляемости она далеко не в топчике между прочим вот но блин фиг знает почему-то она по общей мощности достаточно хороша так нажимаем вот посмотреть ее на 7 звездочках ну да у нее нитруха высоковато видите на 7 звездах у нее 4200 нитру вот если бы у нее было 3800 нитрухи а так статы очень похожи к ста на мои 7 звездочные тачки 3200 3500 ой 3200 3300 1700 ну вот опять же если бы здесь реально было бы место 400 нитрухи ну там дополнительная 200 управляемости 200 максималки ну или как-то так да это было бы очень мощная ну интересная машина перспективно вот а так фиг знает фиг знает но опять же в любом случае какая-то 7 звездочная экстра дэнсап машина нужна какая-то понимаете вот для тайм атаки там не важно что ты возьмешь важно чтобы ты как бы у тебя была 7 звездочная вообще там люди используют на самом деле 7 плюсовая то есть это база 7 звездочная с двумя копиями как вам такое да то есть ну здесь вот почему-то рулит хонда интегра и у меня такое ощущение что она не только в этом тайм атаке рулила но и вообще как бы частые гости что-то я где-то натыкался то ли в видосе то ли в скриншоте тоже каких-то результатов тайм атаке и тоже использовались вот вот эти именно интегры но надо смотреть следующие ивенты да в каждом моменте свои трассы возможно в других ивентах другие машинки будут актуальны но интересно что ведь прям без плюсов обязательно без плюсов все ее используют почему-то именно хотя он есть с плюсами но в целом в основном без плюсов в топичи тоже точно все без плюсов это экстрим лимитировано это безлимитный экстрим все используют просто посмотрите GTR Edition My22 T-Spec 7-плюсовый то есть их за жетоны не качаются напоминаю да экстрадресапные то есть вам нужно 3 загочировать 3 7-звездочные конкретные машины с шансом там 0.1% в лучшем случае то есть это вообще какое-то безобразие да то есть сюда ворваться очень тяжело тоже такая же базия с Хондой да вот это тоже ее фиг загочит просто да хотя бы без плюсов ее хотя бы загочить вот ну а здесь кто во что гораст на вот этих местах 12000 сами понимаете у кого что нашлось тут на том и покатал вот ну мощность потому что ну ни детали нет ни оптимальной машины тут в принципе любую наверное можно взять просто у кого чуть лучше детали тут лучше откатал да тут не вопросы машины совершенно в этом сегменте дальше идем тайм атак 3 лимитированный по 600 очень интересно очень интересно в топ в 2 топ 3 человек топ 4 человек топ 5 это Хонда 660 обычка ну как вам такое но я честно я уже говорю я не знаю как повторить этот результат а причем кстати она у него у них она просто плюсовая блин у меня есть Хонда еще одна запасная такая она у меня не вкачана по аффинити там на каждый экземпляр качается аффинити что очень неудобно вот я не знаю ну аффинити мне кажется выгодно ну хотя опять же не знаю может быть выгодно наоборот машину без аффинити иметь да фиг знает фиг знает тоже вопрос аффинити она все статы повышает а тебе например максимально не хочется нитру повышать потому что она тоже мощность суммарно добавляет это собственно судя по всему причина почему используют без плюсовый тачки потому что плюс добавляет в ненужный стат тебе мощность да а ты хочешь эту мощность в полезный стат направить поэтому используешь вот таким образом но в первое место человек вообще на чрезвёздочной машине как он такое да это вообще интересно вот то есть тут блин потенциала к улучшению своих результатов и пониманию как это как этого добиться дофига и больше при том что ну все завязано на достаточно дешевые комплектующие так скажем да то есть ну обычный honda 660 без плюсов детальки сами понимаете там очень низкого уровня то есть их можно хоть каждого уровня сделать по детальке чтобы ну там балансить между собой вот но блин они ворвались вот 21 секунда там почти ну чуть меньше 22 то есть разница ну полсекунды разница полсекунды да меня отделяет вот топ топ топуча ну кстати блин я только сейчас обратил внимание реально у меня есть обычный honda у меня в принципе валяются жетоны надо honda запятерить и посмотреть да смогу ли я на ней но блин у меня супер нету этих как его энергетиков понимаете надо посмотреть смогу ли я на обычке показать лучший результат лучше ее забалансить по статам чтобы откатывать кто-то использует видите эту же honda но в 4 плюсах но опять же чтобы не завышать статы да ненужные судя по всему я думаю принцип именно в этом не завышать ненужные статы дальше идем второй time attack это уже 750 ну здесь к сожалению доминирует вот этот cringe mobile который ивентовый наградной ивентовый забилетик то есть не наградной а билет то есть забилетик нужно было выкручивать с шансом там 5% то есть это челики турбо-челики только смогли залутать кто врывался в топ 7.5 и выше а еще скорее всего еще выше чтобы получать больше билетиков потому что с одного билетика шанс очень сами понимаете какой получить машинку а кто там врывается в какие-нибудь топ 1000 и лутает по 5 билетиков за каждый ивент у тех шансов явно было больше вот так что они здесь абсолютно доминируют здесь вот есть опять же ну опять же супер достаточно имбовые тачилы тоже на них хрен ворвешься но на самом деле я даже опять же своей хонде показал достаточно высокий результат в топ 500 в то еще в топ 500 нахожусь вот но опять же я думаю проблема ну даже не то что проблема а я думаю мой результат точно можно улучшить если за оптимально собраться как-то понять я просто не могу понять как оптимально собираться у меня нет вообще никакой правной точки информация максимально по нулям ну и там атака 1 это полный безлимит ну я думаю вы не особо удивлены что в топчиках находятся 8-звездочные машины да которая вы ее хрен получите когда-либо ну и в целом да тут полная жесть так скажем да то есть как я уже сказал там врываться максимально безнадежно то есть это именно зона супердоната вот среди у меня друзей как люди выступают ну вот опять же очень хорошо себя показывают как видите вот эта хонда экстрадресапнутая на 7-звездах курсы в топ ну уже не 500 но топ 1000 держат да в целом в целом интересно что джефф на фейерлейте топ 100 занял интересно да то есть очень сильный результат прям вообще дико гигасильный результат по сравнению с моим 12000 но здесь кстати тоже видно какая у них мощность у них мощность 1030 да видите ну 1000 с копейками мощность вот но туда и водила должен 5-звездочный скорее всего садиться во-первых он статы тоже дает да у нас же безлимит полный как минимум я думаю точно 5-звездочный и желательно супер турбометовый с хорошими этими скиллами который например дает медиум усиление нитрухи я не знаю как работает медиум то ли оно усиляет третий нитру сильнее делает то ли 2 нитру усиляет возможно то есть 2 и 3 усиляют вот вот то есть как бы сами понимаете что по тайм-атаке у нас здесь здесь я в общем-то среди друзей пока что второй потому что еще никто особо не катал да но можно увидеть опять же геоф топ 26 занял на какой-то хрен знает какой машине 4-звездочной неплохо интересно интересно вот то есть серьезно надо очень много экспериментировать но подозревает достаточно какая-то крутая точила интересная наверное очень сильно занижена не знаю нитруха или отличным балансом статов не знаю почему но у меня такой нет в любом случае очень прикол вот опять же у меня очень мало друзей и очень мало ориентиров в этом плане вот тайм-атак 2 ну здесь понятное дело криниш-мобиль на первом месте но вот опять же можно увидеть что кулсы на рексе 7 тоже по-моему какая-то лимитированная рекса он на ней в 224 а я блин в полтора раза хуже то есть я блин прокатал на 2 десятых да на 2 десятых всего на 2 десятых медленнее но это в полтора раза хуже суммарно да прикиньте она сбросит вот так что блин ну тоже она у меня 6 звездочная без плюсов интересно да интересно в общем здесь ивент мне понравился вот что не говорится ивент мне понравился ну тайм-атак 1 который максимально безлимитный аша на форде он загачивал форт опять же я спрашивал Greatland Free 2 Plane мне кто-то сказал что вроде как да насколько я понял вот но он каким-то чудом нагачил себе форт 8 звездочный о чем я говорил что вы можете зареролиться да типа вот врывается в топ 500 в самом безлимите просто вообще жесть в полнейшем вот но здесь опять же кто во что гораст у кого какая самая сильная тачка есть тот на том и катает но очень тяжело да то есть видите тысячи вот у курсы машина чуть ниже тысячи мощности и он даже не в топ 1000 находится да то есть тут нужно лучшие из лучших машинки которые по 7 звездочкам да лучшие из лучших деталек но самый обломат здесь конечно что у вас не будет лимитных деталей 5 звездочных 15 уровневых да чтобы в 7 звездочные выхваткнуть потому что это нужно 8 раз их получить чтобы склеить в 1.15 да то есть где-то 200 если у вас есть 200 долларов то это без проблем если у вас нету 200 долларов то это 70 тысяч золота это год накопления то есть все-таки там прям уж в какие-то дичайшие дикости врываться будет проблемно ладно мне вен понравился я вот от него даже чуть-чуть как-то отошел да наверное нужно просто опять в очередной раз смириться с тем как все плохо здесь и продолжать играть в удовольствие потому что блин мне игруха нравится вот что ни говорится мне она прям реально нравится ивенты прикольные все прикольно золото тем более видите можно подлутать в текущем ивенции и опять же достаточно без безболезненно ворваться можно даже оказалось пока что мои лучшие результаты наверное вот мне сейчас интересно попробовать наверное обычную 660-ку в 5 звездочках покатать посмотреть как она будет смогу ли я на простой 5 звездочной что-то выжить больше чем чем на том что есть попробую потом наловить с этих банок если у меня действительно что-то получится попробую улучшить свои результаты но пока не знаю вот ладно давайте на этом будем заканчивать игруха вообще реально прикольная каждый день что-то новое узнаешь вот и еще скоро коллаба будет скоро коллаба какая-то и там точно будет тим-баттл это тоже очень такой ключевой момент я очень жду я очень надеюсь я очень надеюсь что блин может все-таки клан ворвется я не знаю может быть там как-то утрясти лидера и сказать чел мне очень нужна машина все страдают без машины там точно топовую будут давать машинку вот ну либо как бы опять же как я уже сказал просто это реально такой вот очень очень опорно ключевой момент да просто как бы закончить 20 сет начать работать на 23 сетом собрать себе сет 20 ну хоть какой-то да 21 22 23 ну мешанину какую-то насобирать просто чтобы иметь уже убедительные весомые статы да чтобы попытаться выбиться упроститься в каком-нибудь клан может быть который может взять топ-300 чтобы там взять машину а метовая машина опять же это метовая машина для того же тайм-атака и здесь тот же сет пригодится и машина пригодится и все пригодится да и короче вот да так что еще есть на самом деле перспективы играть пока нельзя сказать что я уперся в какой-то прям потолок что все дальше невозможно только за донат нет этого нет просто просто как оказалось врываться реально врываться реже можно по факту вот еще интересная кстати была калькуляция в дискорде в принципе если тратить все золото на водителей раз в полтора месяца ты будешь получать не пятизвездочного а 50% водителя с бонусом правда на коль при такой динамике это тупо невыгодно это слишком затратно вот тем не менее в теории так можно делать если ты сидишь например у тебя есть запас допустим 10 тысяч золота ты точно себе держишь и ты его не тратишь никуда допустим 12 тысяч на случай какой-нибудь резкого там чего-то да происходили поэтому тебе дом золота особо не нашли но он вкручиваешь водителя а войс все-таки с одним процентом шансом тебе пятизвездочное дропнет да ты прям ворвешься прям качественно и все такое прочее то есть а войс где-то что-то не получится урвать в конечном счете то есть если бы все давалось бесплатно за месяц все зафармал не было бы ажиотажа вокруг этих вещей но есть вот эти машинки да они очень дорогущие для водителя ты слюни на них пускаешь 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 и ну тоже как бы в этом есть своя прелесть ладно на этом точно все надеюсь увидимся